Родные, погибшие от рук бывшего мужа Каргандинки, требуют наказать полицейских. Они считают, что если бы стражи порядка вовремя отреагировали на заявление женщины, трагедии можно было избежать. Напомню, 50-летнюю Гульмиру Мирзакову экс-супруг зарезал в квартире на глазах у детей. При этом накануне дочь и сын звонили в 102 и просили оградить их от дебошира. Марина Яневатова продолжит тему. Рызбалла Коломановна на днях похоронила дочь. 50-летняя Гульмира у Мирзакова погибла от рук бывшего мужа. Но родные уверены, трагедии можно было избежать, если бы стражи порядка на первые заявления близких отреагировали должным образом. Участковый приехал, она написала заявление о том, что прошу оградить меня на 30 дней хотя бы от этого человека. когда они это заявление взяли, но его с собой не забрали. Оставили его дома. Хотя она просила, если бы они его забрали, она была бы жива. А он целенаправленно ее убил, потому что он пошел в другую комнату, взял нож, пришел к ней в зал и расправился с ним. Близкие говорят, мужчина убивал женщину на глазах у детей. 16-летней дочери и 14-летнего сына. Мальчик вызвал скорую, но было уже поздно. Мама погибшей рассказывает, зять много лет поднимал руку на жену, ее саму и сестру погибшей. При этом пара развелась 10 лет назад. Но пьющий и агрессивный отец семейства продолжал жить в квартире. Выгнать его никто не мог. Да, теперь стало в последнее время бояться, потому что он одно слово сказал всем, убью, убью. Первым делом говорит, ее убью, это меня значит. А потом говорит, тебя, тебя вообще убью и детей. А потом мне смотрел за волосы, давай хватать. А его забрали и обратно отпустили через 20 часов, он уже дома был. Закрыли дело. Адвокат семьи отмечает, что в данном деле нужно расследовать не только убийство женщины, но и действия сотрудников полиции. Что касается сотрудников полиции, то исходя из тех данных, которые мы в настоящий момент обладаем, на первый взгляд мы усматриваем халатность с их стороны. В департаменте полиции региона пояснили, что по данному факту уже проводится служебное расследование. Назначены экспертизы, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход расследования находится под моим личным контролем. В отношении сотрудников полиции, а также их руководство проводится служебное расследование. По результатам будет принято самая строгая мера. Правозащитник Серик Беркамалов уверяет, нередкость факты, когда сотрудники полиции, стараясь погасить конфликт на месте, не задерживают дебошира. И тот, впоследствии оставшись без наказания, только увеличивает агрессию в адрес жертвы. В таких случаях специалист советует не ограничиваться только звонками в правоохранительные органы. В таких случаях, кроме полиции, есть специальная служба 111, есть контактный центр 111, это уже государственная служба. Семейно-кризисные центры сейчас создаются, в соответствии с новым законом, принятым. В каждом регионе есть такие... Да, вот если вы 111 позвонили, в любом случае этот звонок фиксируется, ведется запись. Точно так же службу 102, когда вы в полицию звоните, настаивать на помощь, настаивать на вызове полицейских, на рядах, говорить о том, что вам в вашей жизни, для вашей жизни есть угроза. Двоих детей, оставшихся без матери, возьмет на воспитание сестра погибшей. Женщина рассказала, что подростки сильно напуганы. Им понадобится время и помощь специалистов, чтобы осознать произошедшее. Марина Иневатова, Жанайдар Архимжанов, Астана Таймс, Искарганды.